Алексей, Воронина, Руслана 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 за строительном банке, когда там просто счет верлица у нас был, когда все поперло. А потом, самый главный прикол, что если бы сделка состоялась, то миллион долларов мой за строительный банк все равно бы остался там. Доплатил бы еще. Да, да, да. Короче, самая большая неудача, самый большой успех. Да, это самый большой успех. Я не знаю, я через такую шутку еще услышал. Может, споем новую песню «Мне не нужен СРМ, нет лидов и нет проблем». Это так. Леша, у тебя должен фейл на миллиард, как минимум. Слушай, ну я что, я же не миллиард, да? На пару миллионов в любом. На пару миллионов было. На самом деле вспоминается два фейла. Первый фейл, когда мне был 21 год. Я пришел честнадцать. И, значит... Сейчас все офигели. Да, пошел учиться танцем. Значит, первые три месяца, значит, первое выпускное, значит, такие небольшое соревнование по танцам. Я с самомнением и с эго, что я, значит, «Может, Господь Бог танцует?» И я чуть ниже, не сильно причем ниже. Просто Бог танцует. Значит, я танцую. И, значит, из 24-х пара я 18-й. Мне хватило ума подойти, значит, к суде и спросить, а почему, собственно, я 18-й? Он мне ответил, «Вы знаете, вы косолапитесь, танцуйте не музыку». Вообще, нам кажется, что танцы – это не ваше. Значит, я почему-то хорошо запомнил, потому что через полтора года я стал чемпионом России. Поэтому… Да, нам. Слушай, ну вот в этой книжке, которую я даже не то, что подарил, тебе просто дал, я думаю, ты ее передаришь кому-нибудь тоже. Почему? А там… Почему ты передаришь кому-нибудь? Не, ну просто прикольная тема для своих ребят. Как раз на эту тему, что ущербное становится совершенным. То есть мне в школе там тоже говорили, что 5 на 6 не знаешь, типа ничего не достигнет в жизни. Или вот даже как-то там кто-то говорил «Да из тебя нифига не получается». И из такого, оно как бы, ну мотивация произрастает буквально. Я еще знаешь, как Фейл вспомнил? Нет. Я вот сейчас с камерой расскажу. Я вообще считаю, у нас на старте команда «Мэйк Транадо» была, и мы начали делать виджет обратного звонка. И мы, короче, расстались с нашими соучредителями, которые мы делали «Мэйк Транадо». Это Максим Георгиев, Денис Тарсуков, Илья Тимошин и я вот четверо. И мы, короче, расстались на самом старте, когда сделали два продукта и расстались на самом деле по глупости, по какой-то, ну то, что просто не слышали друг друга. Я считаю, что, да, мы там теряли какие-то миллионы рублей в банке там заработанные, да, но я считаю, это самое главное не то, что фейл, а ошибка в моей жизни вообще, ну, более-менее в бизнесе. Расстаться с партнерами? Ну да, потому что с Дэном мы расстались, потому что он якобы меньше работал, и нам, как бы, ну, мы, типа, больше работали, типа, давай с одной скорости паровоза. А Дэном уже тогда говорит, чуваки, вы тормозните, да, то есть, ну, родите ребенка, то есть, ну, спокойно, давайте жить нормально. Зачем вспахивать жестко на работе? Ну и, как бы, мы на эту тему не сошлись, и вот прям в камеру, то есть, это самый жесткий фейл в моей жизни, поэтому Макс и Дэна, просто, ну, я стараюсь общаться сейчас со всеми, держаться как-то здесь. Давай еще, у меня с откровения. А у меня, знаете, я понял, ну, фейлов было много, на самом деле, разных, там, и деньги терял, и долгах было, там, больших, и разные истории случались, но я просто, мне интересно сказать, что являлось причиной фейлов, значит, фейлов случился, а что же внутри, да? Деретно. Я понял, что у меня два, две основные причины фейлов, первое, это эмоции, я когда в эмоциях, вот, какие-то впадаешь, такие, причем, такие, знаешь, они якобы кажутся, каким-то очень правильным моментом, когда ты их испытываешь, а на самом деле, по факту, это какая-то гордыня, какая-то злость, какая-то, может быть, гнев, это, может быть, какое-то сражение, и оно у тебя, как вызывает, уже не важно потом что, то есть, там точно будет фейл, как бы, человек тоже приезжает, и он, ну, как бы, что-то рассказывает, 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 и ты, а он, ну, как бы, компания убытка, я понимаю, что я-то вижу, уже, возможно, я вижу кусочек проблемы, то есть, проблема в том, что он не доверяет людям, и хочет построить маленькую компанию, по принципам большой, Ну сразу три департамента, там, и дело сковорода, такие штуки всякие, поэтому, да. Еще понял, что очень часто нами управляет страх. Страх, фейл уже не только, когда что-то плохое случилось, но фейл, я считаю, когда не случилось что-то хорошее. Это же тоже фейл. Стегнация. Типа неразвития. И ты потом, спустя, я помню свой первый миллион долларов СМВ, я его не заработал, я не заработал, я узнал об этом спустя полгода-год. Я там занимался тем, что помогла одной компании участвовать в заказе, я мог прикомендовать подрядчика. Но я этого не сделал и просто побоялся. А потом спустя полгода узнал, что меня нас искали, они хотели даже ко мне обратиться, но что-то забегались, задергались, это было неудобно, неуместно. Вполне легально было, вполне стоит первый миллион долларов из-за страха. Да. И там, в общем, все, что такое, что-то такое, что-то такое. Прикольно. А вообще, что еще по поводу фейлов? Вот я солидарен с тем, что мало смысла есть, чисто ради просто интереса, почитать историю успеха, потому что вот это, я думаю, половина из вас уже знает, это ошибка выжившего, в которой бомбардировщики возвращались в Америку со Второй мировой войны, смотрели дырки в крыльях, да, и латали дырки в крыльях. Надо было латать там, куда кто-нибудь зашелся. Да, да, надо было смотреть те самолеты, которые не вернулись, а там в двигатель попадал. То есть там просто маленькую броню на двигатель, нежели чем огромную броню по этим. И поэтому гораздо важнее, то есть где человек, простите, у нас канал уже без матов, ладно, где человек просто тупанул, да, тупанул. А люди же боятся ошибок, они это из-за социальной какой-то, да, зависимости, что кто-то там скажет, что они делают что-то неправильно или как-то так. Я вот здесь вообще как одизис, потому что люди вообще сопротивляются изменениям. Вот как бы жизнь, она как, ну вот, она как непрерывная волна вот так идет. То есть неизбежно, вот эта книга вся же про это, да, то есть 25 веков назад написал чувак. Сначала вер, потом низ, хорошее, плохое. Если бы не было зла, то что мы будем считать добром? Ну, то есть от чего отталкиваться, да? Кстати, и что на самом деле такое зло? Да, да, да. То есть точно относительно, где начинается добро? И вот ты идешь, короче, вот эти изменения как волны в жизни человека, и большинство людей начинает, когда у них прет, они начинают себя тормозить. Или когда у них все тормозит, они начинают себя ускорять. Ну, то есть, знаешь, и вместо того, чтобы просто податься этой волне, и вот как, то есть принимать все изменения, у нас все изменения боятся. Ну, я даже сам боюсь изменения. Но изменения-то и есть жизнь. Изменения не будет только когда... А ты знаешь, там, где страх, там самый большой рост. Да. Там, где самый большой страх, там самый большой рост. Да. И, кстати, там большие деньги пришел деньги. Есть все истории, да, по этому поводу? Ну, слушай, я тебе могу сказать, что это история. Может быть, каждую неделю случаться в этой истории. Вот у нас, надеюсь, новый персонаж к этим историям. В качестве декорации я вам принес. Потому что тут с коридора. Сегодня мы разговариваем про фейлы, про боль. Знаете, мастер татуировки. Боль. Он как бы не скрывает реальности. Да. Просто открытый маркетинг. Фото-поисмент такой. Смотри сейчас. Логотип мощный такой. Ну да, да. Боль. БДСМ татуировка. Расскажи, что там. Да, на самом деле, в какой-то момент я понял, что... Когда общаешься с какими-то серьезными, значимыми людьми, там. Или думаешь о каких-то интересных проектах или о развитии существующих проектах. В какой-то момент я стал себя ловить на мысли, что... А вот, что-то мне неудобно позвонить. Или что-то не хочется. Или вот... Дух, они межлюбый скажут. Дух, они как-то меня не так воспринят. Дух, что-то там будет не совсем корректно, как-то воспринято. А потому что это моя интерпретация. Реальность. И моя формирование реальности, которую я сам себе почему-то проецирую. Потому что, когда ты об этом думаешь, ты что делаешь? Ты знаешь, как в поворот, когда машина движет в поворот? Если ты будешь смотреть в поворот, ты видишь поворот. Если ты будешь смотреть на стену, ты видишь стену. То же самое с лыжами, да? Куда смотришь, куда едут. Если смотришь, на самом деле фокусируешься на том, что будет не так. Блин, железно. Когда пытаешься все контролировать, такое ощущение, будто сам дьявол просто спустился и все твои дела разрушают, чтобы не получались. Ты знаешь, я в какой-то момент заменил слово контролировать на слово отслеживать. Как в анекдоте. Как вам удается столько всего успевать? Мой секрет, я ничего не успеваю. Ну, в основном, если там. Контролировать невозможно. А отслеживать, наверное, возможно. По поводу, значит, раз у нас родилась такая идея, я не знаю, она у вас родилась идея фейлов? Я думаю, что она где-то в воздухе родилась. Она вообще родилась в воздухе. Мне кажется, от боли. Мне кажется, народ созрел уже, да. Рассказать историю. От истории успеха уже немножко. Переходим к антикейсам. Да, мы вот соберем тут блеватингу до своего успеха. И перейдем к антикейсам. Поэтому, если у вас есть жесткая история неуспеха. Да можно не жесткая, но просто получительная. Фейл просто прикольный, получительный, может даже трагичный. Там под видосом, под этим видосом будет ссылка. Вы оставляйте заявки на что-то ВКонтакте, наверное, да? Да нет, мы просто в комментарии прямо здесь напишите свою компанию, я думаю. Мы выберем. Как мы выберем? Ну, короче, или по ссылке под видео, или в комментарии. В комментарии просто напишите, кто хочет получать. Кратко напишите в комментарии, что у вас был примерно за фейл или несколько штук. А мы уже сам прикольно возьмем и подробно про это снимем в ролике. А еще интересно, знаешь, есть фейлы, которые повторяются, а есть фейлы системные такие. Бесконечные. 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 Фейлы. Это, короче, с юридическими документами. Ну, вот ты в бизнесе, допустим, что-то сделал, короче, с партнером. Ну, что-то там в Сверленцов было не так, потом так, короче, слетело. А, еще раз. И пятый раз, короче, в это. И шестой раз открываешь бизнес с такой же самой херней. То есть, ну, не обращай внимание на юридические документы. Ну, в моей жизни, потому что это не важно. Ну, вот у меня был пример такой, что мне постоянно, мы делали новый договор. Мы всегда компания, команда строили. Новый договор делаем в компании. И через два месяца кто-нибудь систематически говорит, что у вас за договор, давайте переделывать. Переделывать, через два месяца новый. Говорит, что у вас за договор. Так это агентство? Нет. Слушай, ну, это основная же ошибка. Партнерский договор надо делать. Да. Да. Бесконечные. А еще фейл. Даже не фейл. Ну, типа фейла, знаешь, такое, я считаю. Как агентства вообще продают в России сайты? Ой, фигня. Они, ну, сделали ландос, короче. Человек сайта. Лидгенка продают. Да, да. Короче, сделали ландос, что продаем лиды и сайты. Все продают. Заливают трафиком. И потом, короче, начинают. Слушайте. Это ваш сайт, да? Да. Ой, все плохо. А как вас давно стриглили? Знаешь, вот просто поликмахера. Что такое? Какое-то ее изначение. Или это, блядь, это ваш сайт, блядь, это капец. Ну, все. Ну, все. А как ваш бизнес держится? Я, ну, то есть, ребята, это серьезно. Я вообще не представляю. У вас сайта нет? Все. А еще, знаешь, такой фейл, когда едешь на какую-нибудь в пиджаке, в пиджаке, в пиджаке, в галстук. Просто без галстук. Он такой, знаешь, прям такой одевался в штучные истории. И случайно, значит, там или чай, или кофе, и в машине. И еще раз на тебя все это выливается. Осталось 15 минут, значит, до начала встречи. Ты сейчас офигеешь. Иди, раз я расскажу смешную историю сегодняшнего дня. Давай, давай, давай. Так же было, да? Я еду в машине и рассуждение вслух. Так, у меня вшатанная футболка. Просто вся. Вообще вшатанная футболка. Она мятая, она грязная. То есть я ходил в ней несколько дней. И я, как бы, к таким вещам сейчас ровно отношусь. Поскольку я все детство в шортах пробегал. Футболка была откровенно грязная. И мы хотели тебе уже, знаете, короче, футболку давать. Я говорю, у Леши белая. Да, да. Красивая. И мы поехали. Мы поехали куда? На рынок. На какой-то рынок смешные цены. Это единственное. Да, я купил эту футболку. Короче, это та самая футболка за 99 рублей. За 760 рублей, да. Подэкплейсмент футболки. Да. Вот она, видимо, китайская. То есть, мы считаем. Потому что ты карман вылил. Да. Может, наверное, да. Слушай, а вот если бы не было бы вязаной футболки, ты не нашел бы прикольное место, где можно футболки по 700 счету покупать. Да, да, да. Вообще, наверное, кажется, боль двигает вперед. Знаешь, как бы хотелось двигаться из радости, но почему-то всегда от боли получается, да? Да, вот. Как с той собакой. Прикольно. И мне реально, я вижу силу прямо вот в этом бренде. Я считаю, что мастерская татуировки, вот ее сейчас увидела, сколько человек, должна открыть франшизу просто. Слушай, еще можно сеть BDSM отелей, боль. Да, кстати, тоже. Под единую бренду, как русский стандарт. Водка и банка. Можно сделать боль и радость. Бренд психотерапевтов. Боль. Боль. Это может просто, кстати, быть маркетинговой компанией. Боль. Психотерапевт суши, когда и плачет. Не, боль. Знаешь, в футболке грешник, ты же мне рассказывал. А я, короче, в Питере был два дня назад. И вижу идет девчонка в застиранной в хлам футболки грешник. А я рассказывала, классно. Хлам застиранная, вообще просто там все. Ну, она из черной превратилась уже в серую там. Глупы все отвалились. Но у нее написано грешник. Она вся такая расцената идет. И она идет издалека и говорит, какая у тебя крутая футболка. Все. Еще есть прикольная. Так, ну а что дальше такого? Все. Все. А про что она сейчас рассказывает, уже не помню. Неважно. Короче, если вы хотите почаще видеть Анастасину в нашем канале. Ой, зачем? Ну, мне кажется, просмотров будет побольше. Да, нам надо добавить свежую женскую втрою. Наша. Да, ты про свои фейлы расскажи. Пока я на тебя направлю в боль. Они пока что не заканчивались. Ну, расскажи, вот, самый, вот, то, что дела у тебя были самые такие серьезные. Не знаю. Ну, на самом деле, пережить мой фейл мне помог ты, самый серьезный. То есть, у меня была какая-то мечта открыть там детский центр. Я столько туда заложила сил и так далее. Комнарки было, да. Вот. И, как бы, ну, много сил и первых денег, да, которые я сама заработала. Вот. То есть, это очень тяжело было. Потом я понимаю, что очень много появляется проблем каких-то совершенно извне. То есть, там условно… Ну, вот расскажи, кстати, чем фейл-то основной? То есть, причина фейла, вот ты детский центр как сервис? Ну, сначала… Ну, причина какая была? Ну, чтобы не допустить там для… Смотри. Нет. Там смысл в чем? Таки сначала с инженерным коммуникациям проблемы. То есть, это плюс пятьсот тысяч, которые надо вложить, которые надо где-то быстро взять. Потом там… Вот эта тема давай сразу обсудим по поводу костов. Вот я реально сколько бизнесов не делал, что вафли мы делали, что… Убекайв делали, что даже Хантер всегда вот расходы реально можно удавать просто на три вообще как будто… Умножать? Просто, да. Умножать даже не на два. Аначе почему три? К этому вот изначально, я считаю, надо быть, чтобы в фейл не попасть, быть готовым. А знаешь, в чем фейл? Фейл в том, что феномодель… Ты бываешь в некой фантазии насчет перспектив и в некой иллюзии насчет расходов. И в совокупности… Что ты такой экономный… Ты слишком пессимистичный… Да. Или нет, это был слишком оптимистичный бухгалтер. Он сказал, что боюсь произвести от кастного разжива. Не понесло, да. Ну, и потом поменяла партнера, который не захотел ничем заниматься. То есть, одной сложно было тянуть. Так что фейл-то? Очень было много фейлов. Ну, а я еще… Я думаю, это за твой фейл… И в конце просто Руслан задает вопрос. Я уже начинаю нервничать, думать, где искать деньги, как мне больше туда детей загнать или как-то поменять что-то. А он мне говорит, слушай, а ты на самом деле… Ну, какая твоя основная цель? Я говорю, ну, как, мне нравится там преподавание, педагогика… Очень важная момент, да. Он такой, нет, основная цель, для чего тебе это? И мы начинаем докапаться-докапаться, и в итоге такая фраза звучит. Ты что, хочешь помочь всего лишь 50 детям? Ну, то есть, она… Настя хотела построить центр развития для нескольких людей, но… Детей, но… Если ставить себе цель как-то способствовать развитию ребенка, чтобы он попробовал 50 разных профессий, чтобы потом вот так делали, то для этого… То есть… Или ты думаешь, что я открываю детский центр, или я делаю детям прикольно? Вот, да. То есть, у меня была какая-то иллюзия, что надо делать бизнес. А можно сделать людям прикольно и зарабатывать деньги? Ну, я думаю, что можно, но была такая иллюзия, знаешь, выбранное неправильное место и так далее. Куча таких предпринимательских ошибок. То есть, условно, я могла снимать ролики, зарабатывать на этом деньги, там, инфобизнес и помочь, всем рассказать. А я почему-то такая думаю, наверное, это должна быть какая-то стандартная схема. Я открываю детский центр, кучу-то денег плеваю, даже не считая, сколько там проходимости и так далее. Ну, то есть… Во, и еще третий момент в этом фейле, поскольку мы, получается, что-то несовместное делали, это было… Не начали с продаж, короче. Самый верный способ, как обезопасить вас от фейлов, это начать любое дело с продаж. Начать его с конца. Чем все должно закончиться и перейти сразу к самому стрессовому моменту. Потому что… Сразу продавать. Самый стрессовый – это продажи. И знаете, какой… Нанять не страшно. Нанять не страшно. Все-таки оффер должен быть до продажи. Потому что, если ты сформироваешь оффер, так и будет сформировать свои продажи. Ну, ладно… Apple Dashion не будет скорить. Смотри, например, iPhone за 65 тысяч рублей. Это один оффер, да? Да-да. Ну, продавать его, конечно, можно, но с какой-то там условной эффективности. А оффер там… iPhone за 65 рублей в день? Ну, что-то другое. Да. Еще я хочу поведать еще об одном фейле. Это реклама Кубы Хантер. У меня был iPhone. Это не iPhone. Он сломался. Потом Вика ехала к нам на Панган, ну, второй партии туристов. И я говорю, Викуль, ты возьми, говорю, мне iPhone. Она говорит, у нас нет денег, на твоей карте нет денег. Я говорю, ну, ты возьми в кредит. Ну, она, короче, взяла в кредит. Для нашей там компашки, как бы, это нормально. Взять сотку там в кредит. И она берет, читаю, за 75 тысяч и привозит на Панган. Наверное, после того, как телефон она мне отдала, прошло минут десять, и Настя поехала на фудкорт на мопеде. И размотала вот этот новый телефон просто через 15 минут с мопеда. Но это вот мои повторяющиеся фейлы. Потому что у меня сейчас два телефона, и я их сразу же после покупки. Я не знаю. Да, вы заметили, кстати, что Samsung даже начал с Lenovo делать маркетинг в сторону неразбиваемого экрана. Мне кажется, это нормальная сторона. А не знаешь, такие маркетологи? Типа, вот так он убьется экран. Так, ага, сейчас мы сделаем бирж, все, они к нам повалят. Все, все повалят. То есть, если мне бэха ломается, все, я срочно продам. Мне кажется, лучше бэха будет, если бэха не ломается. Да, да, кстати, не ломается. Кстати, ломается бэха уже месяц. Единственное... Да, вообще, да. А ей нельзя ломаться, просто денег нет. Единственный крутой маркетолог, который просто написал на BMW, не ломается. Все. Кстати, мы на канал ищем спонсоров, если кому-то интересно. А, да. Так, между делом. Кстати, фото классно, ну что, пацанам помочь, что надо? На развитии канала. Канал, канал мы делаем с Алексеем на двоих. Вот. Сейчас мы уже на троих делаем канал. На канале творится полный трэш. То есть, завтра я вам выложу книгу царя Соломона. Я там готовлю материалы. Но там его можно просто с черным экраном смотреть. Знаменитая его книга царя. Там просто такое произведение стиха, что ну... Вот просто, знаешь, можно же сказать, что сейчас никто не заморачивается каналом и просто вот выкладываешь то, что хотите. Вообще, да. Короче, я что еще предлагаю обсудить? Я предлагаю обсудить тему про маркетинг. Так, бизнес начался. Ну, вообще, логично. А про маркетинг, значит, начать тему. Ну, не из разряда различных. А давай вот новую тему еще, может быть, запустим с тобой? А, новые тренды маркетинги. То есть, мне же интересно, как... Вообще ничтяг, да. Вообще, бигдата, продуктивная аналитика. Вообще, да. Значит, тренды. Какие-нибудь там... Слушай, покемоны. Вообще тема. Ты себе уже поставил hotspot покемонов? Да. Ребята, только тем, кто дослушал до сегодняшнего момента, я могу рассказать, как поставить hotspot, который ловит покемонов. У ремонтчиков айфонов, даже просто колтокшен, мы поменяем экран и еще установим покемон го. Вообще прикольная тема. Несколько кейсов было, когда компании, значит, рестораны и бары ставили себе эти hotspot для привлечения покемонов, и выручка вырастала на 50-70%. Офигеть. Вообще тема. Вот давайте как раз покемон туда входим. Хотела про покемоны рассказать то, что мне прибегает вчера наш хэдхантер и говорит, посмотри, какая вакансия на хэдхантере. И там написано, помощник генерального директора. Что нужно делать? Ловить покемонов целый день. Главное иметь прокачанный уровень. 75 тысяч рублей зарплата. Ну что я думаю по поводу покемонов. Старые добрые забытые грибы. Просто ходишь по лесу, собираешь грибы или там малину собираешь. Просто все немножко с ума сошли.